Терпимость, умение слушать и договариваться. Сегодня все эти качества называют модным словом толерантность. Как на практике объяснить ребенку, что значит это слово, смотрите в нашем следующем сюжете. В Советском Союзе танцами и песнями народов мира никого было не удивить, а для современных детей это скорее экзотика. Особенно ценное сегодня, когда важно сохранить взаимопонимание между народами. Помня об этом, в администрации Фрунзенского района Саратова устроили фестиваль творчества народов России. Юных участников к нему готовили методом погружения. Мы знакомили детей с профессиональным нашим народом, город Саратова. Мы учили разные танцы, разные песни. У всех очень яркие костюмы. Здесь представлены разные кухни. И было очень весело. Фестиваль творчества народов России собрал более 200 представителей разных традиций и культур. Они пели, танцевали, читали стихи, пересказывали сюжеты народных легенд и сказок. Зрители убедились, какой Саратов многонациональный город. Сегодня на улицах одного только Фрунзенского района можно встретить представителей 73 народностей. В этом зале чаще других звучало слово «толерантность». Его произносили взрослые. А детям объяснили, что это очень просто. Означает дружба. Есть золотые правила толерантности. Никогда не поступайте с другими так, как вы не хотели бы, чтобы поступали с вами. И дарите больше друг другу улыбок, добрых сюрпризов. И наш мир будет таким же ярким, разноцветным и дружным.